В декабре 1989 года на балкон вот этого здания, в самом центре Бухареста, вышел немолодой мужчина. В здании располагался Центральный комитет правящей коммунистической партии. Площадь перед ним называлась Дворцовой, а мужчина был единовластным правителем Румынии Николаю Чаушеску. В тот день по его приказу здесь собралась многотысячная толпа. Ожидалось рутинное, в общем-то, мероприятие – обращение вождя к своим верным подданным. На тот момент человек этот был у власти 24 года. На последних выборах его партия набрала 97,7% голосов. За месяц до этого его переназначили руководителем. При процедуре ему аплодировали стоя 62 раза. У него был свой дворец и целая армия верных ему силовиков. На все ключевые должности он назначил друзей или членов семьи, которые, казалось бы, предать не могли. Он ввел тотальную цензуру и, разумеется, топил за традиционные ценности и повышал рождаемость. Пересажал всю оппозицию, а кого не посадил, заставил замолчать. Его поддерживало вроде бы то самое абсолютное большинство. Но понадобилось всего полчаса, чтобы диктатор потерял власть даже над собственной жизнью. Президент, который причину любой внутренней проблемы искал во внешних врагах, оказался в руках своих же подчиненных. За четыре последующих дня Чаушеску пройдет путь от этого балкона до стены солдатской уборной на окраине страны. Там расстрелом и закончится его жизнь. Это фильм о румынской революции 89-го года. На его создание меня вдохновил проект «Минута в минуту», который проводит реконструкцию исторических событий с точностью до минуты. Авторы проекта помогли нам с материалами. В Телеграме и Твиттере «Минута в минуту» уже два десятка таких вот реконструкций от времен Второй мировой войны до нападения на Украину 24 февраля 2022 года. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые реконструкции. Ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Всех этих людей привезли в Бухарест еще ранним утром. Накануне в Тимишуаре армия подавила волнение среди рабочих. И теперь президент захотел продемонстрировать всему миру народную поддержку своего режима. Самых благонадежных рабочих погрузили в автобусы, а потом митингующие организованно двинулись к центральной площади. Улицы и переулки по пути к цели перекрыты тракторами, грузовиками и автобусами. Покинуть колонну нельзя. Внутри толпы скрываются информаторы румынской спецслужбы – секуритаты. Они следят за тем, чтобы никто не пронес на митинг неправильных транспарантов и не кричал неправильных лозунгов. В руках усобравшиеся государственные флаги, портреты президента и его жены. Чаушеско начинает свою речь. Он спокоен и самоуверен. Телевидение ведет прямую трансляцию. Поначалу стоящие в первых рядах организованно хлопают в ладоши. Но внезапно речь президента прерывают крики, свист и улюлюканье. Кто-то взрывает петарду. На балконе, где стоят выступающие, начинается суета. Все пытаются понять причину криков. Жена Чаушеско говорит – кто-то стреляет. Один из охранников просит президента уйти в здание. Президент отказывается. Оператор, чтобы случайно не показать что-нибудь, чего показывать нельзя, задирает камеру вверх. Чаушеско растерян. Ведь не может же быть, что народ вот так вот взял и запротестовал. Наверное, просто не работает микрофон. И румынский диктатор стучит по нему и повторяет – алло, алло, алло. Но нет, микрофон работает, и вскоре Чаушеско это понимает. Понимает, что на площади зреет бунт. Президент пытается успокоить собравшихся. Ему вторит жена и сотрудники охраны, пока оператор продолжает снимать декабрьское небо над Бухарестом. Шум стихает. Оператор направляет объектив обратно на Чаушеско. Тот пытается продолжить речь, но толпа снова взрывается криками. Люди на балконе изо всех сил пытаются сделать вид, что все идет как и задумано. Пытаются дирижировать митингом, хлопая в ладоши. Всего через 6 минут после начала становится понятно, что митинг идет не по плану. Чаушеско может продолжить речь, и он пытается импровизировать, рассказывая, что вот именно сегодня он принимал решение повысить минимальную зарплату, пособия на детей, пенсии. И после этого переходит к событиям в Тимишуаре. Ведь именно это волнует публику. Президент называет протесты, которые он приказал, жестоко подавить. Попыткой разрушить Румынию и поставить ее под иностранное господство. Митинг с Конкана заканчивается. Люди стремительно покидают площадь, побросав выданные им портреты любимого президента прямо на землю. Большая группа студентов проходит по улице Виктории на университетскую площадь. Они скандируют «Долой тирана!», «Долой коммунизм!». К ним присоединяются все новые единомышленники. Полиция окружает толпу, но пока ничего не предпринимает. Путь Николая Чаушеску к вершинам власти был необычным. Генерал, никогда не служивший в армии. Политик, ни разу не побеждавший на конкурентных выборах. Чаушеску появился будто из ниоткуда. Изначально он был преданным соратником генерального секретаря румынской рабочей партии Георгия Георгео Дэш. Кем-то вроде его персонального ассистента, доверенного помощника. Когда Георгео Дэш после войны пришел к власти, карьера Чаушеску быстро пошла в гору. В 54-м он стал секретарем ЦК Конпартии. Годом позже членом Политбюро. Будущий диктатор курировал самые чувствительные для режима области – армию и спецслужбы. В 65-м году Георгео Дэш скончался от рака. Началась борьба за место генсека. Было несколько фаворитов, которые не могли договориться о разделе власть. Скромный администратор Чаушеску оказался компромиссной фигурой. Прочие коммунистические вожди решили, что смогут влиять на Чаушеску и при необходимости задвинуть его обратно. Так, 22 марта 65-го года 47-летний Николай Чаушеску стал первым секретарем румынской рабочей партии. Сперва он занялся либерализацией режима. Выпустил из тюрем многих политических заключенных, ослабил цензуру. Румынам разрешили создавать собственные небольшие фирмы и заниматься частным бизнесом. А в 1968 году он даже открыто осудил советское вторжение в Чехословакию. Интеллигенция радовалась, что гайки наконец ослабили. Западные демократии заигрывали с Румынией, надеясь перетянуть на свою сторону и поссорить с Москвой. Пока страна радовалась оттепели, Чаушеску шаг за шагом расставлял лояльных себе людей на ключевые посты и отправлял на пенсию старую гвардию, тех, кто когда-то сделал на него ставку, как на политика слабого и управляемого. Его брат Илье возглавил высший политсовет армии в должности заместителя министра обороны. Другой брат Ион был одним из руководителей Госплана. Сын президента управлял комсомолом, был членом ЦК, руководил одной из важных провинций и готовился со временем стать преемником отца. Всего 40 родственников Николая Чаушеску были трудоустроены в государственных органах. Жена президента, Елена, не окончившая даже среднюю школу, стала руководительницей Национального института химических исследований. А еще министром культуры, вице-премьером, членом высших партийных органов и, как вишенка на торте, президентом Академии наук. Она была провозглашена светилом мировой химии, получила всевозможные ученые звания и титулы. В Румынии сложился культ личности читы Чаушеску. Елена Чаушеску называли «Мать нации», «Факел партии», «Направляющий луч культуры и науки». У Николая Чаушеску титулов было даже больше. «Гений Карпат», «Полноводный Дунай разума», «Источник нашего света», «Творец эпохи невиданного обновления». Чаушеску все это искренне полюбил. Он увлекся изучением истории, сравнивал себя с великими правителями прошлого и даже продвигал теорию об исторических правах румын на обширную территорию, включающую Молдову, земли Одесской и Ивано-Франковской областей. Сам Чаушеску комплексовал из-за небольшого роста, поэтому телевизионщики изо всех сил скрывали эту его особенность и подкладывали президенту в туфли специальные подушечки. Семья Чаушеску купалась в роскоши. У них был 21 дворец в разных частях страны, в том числе и этот, весенний дворец в Бухаресте, роскошная вилла в элитном районе столицы. Сегодня дружественная реклама проекта «Варламба» у меня. Недвижимость вообще-то хороший вариант для сохранения денег и инвестиций. Но при этом совсем не обязательно быть диктатором и строить дворцы, которые сами по себе довольно убыточный актив. Но вот квартиры где-нибудь в туристической зоне, например, в Таиланде, в одном из курортных районов Пхукета, Ката, могут приносить вам прибыль долгие годы. Илья Варламов, объездивший за малым исключением весь мир, видел много примеров того, как строить не надо. А также и сотни удачных примеров. С малоэтажной застройкой, где здание сделано для людей и вписано в среду. Теперь Илья вместе с голландскими архитекторами из Common Practice разработал собственный проект жилого комплекса. Строить его будет тайский застройщик Пхукет-9. 8 марта прошла презентация проекта, тогда же начались продажи. Главная особенность комплекса в том, что он будет расположен на склоне. Это означает отличный вид из каждой квартиры. На море или на горы и город. До моря 2,5 минуты пешком. Комплекс включает в себя 390 квартир-студий, расположенных в 8 зданиях и 27 таунхаусов на вершине холма. Также будут отель, супермаркет, ресторан, кофейня, подземная парковка и даже бар на крыше. И, конечно же, бассейны на крышах зданий. Для тех, кто будет покупать квартиру не для себя, а под аренду, компания-застройщик Пхукет-9 готова с этим помочь. Взять на себя все обязанности по сдаче жилья, чтобы вы получали чистый доход. 7-10% от стоимости. Застройщик надежный, за 20 лет работы построил 12 объектов. Узнать все детали вы можете на отдельном YouTube-канале проекта. Ссылку на него я оставлю в описании. Платежи принимаются в любом формате и валюте. Так что, если думаете вывезти деньги из России и инвестировать их за рубежом, или просто хотите жить в хорошем доме, там, где море и солнце, рассмотрите такой вариант. Все ссылки в описании. А мы вернемся к проектам Чаушеску. Пока он обустраивал свои резиденции, в остальной Румынии дела шли не так уж и хорошо. Экономическая модель Чаушеску к середине 70-х перестала работать. Робкие ростки либерализации и свободы предпринимательства были растоптаны. Чаушеску пытался играть на ценах за нефть, построив нефтеперерабатывающие заводы. Но заводы оказались нерентабельны. Главной проблемой стали огромные кредиты, полученные от западных стран, когда те надеялись оторвать Румынию от советского блока. Но Чаушеску так и не стал разрывать отношения с Москвой. И теперь кредиты нужно было возвращать. Сделать это Чаушеску решил за счет граждан. На продажу за границу пошло абсолютно все. В первую очередь продовольствие. Полки румынских магазинов пустели, сахар, мука, яйца и другие продукты отпускали по карточкам. С буржуазной привычкой пользоваться электричеством тоже пришлось расстаться. Теперь в квартире разрешалось иметь не больше одной лампочки. Телевидение вещало 2-3 часа в день. Пользоваться бытовыми приборами, типа пылесоса или холодильника, стало вообще невозможно. Ночью румынские города погружались во тьму. Температура в квартирах не должна была превышать 18 градусов. Зимой же она опускалась до 4-5. Чаушеску, окруживший себя листецами, все больше терял связь с реальностью. Никто не говорил ему неприятную правду. Любые публичные проявления нелояльности граждан объяснялись происками иностранных шпионов. Чаушеску стал подозрительным и мнительным. Он страдал мизофобией, то есть боязнью заразиться вирусами. После каждого рукопожатия он протирал руку дезинфицирующей салфеткой, а охранники обрабатывали спиртом все поверхности, к которым он прикасался. В зарубежные поездки диктатор брал целую передвижную лабораторию, с помощью которой химики проверяли состав, предлагаемый Чаушеску еды. Потом вместе с лабораторией стал ездить и специальный чемодан с постельным бельем и столовой утварью. А не то, что вы подумали. Чаушеску объявил «Все! Внешний долг выплачен!» Это его триумф – завершение огромного проекта, ради которого страна жила впроголодь. Мало кто в тот момент рискнул бы предположить, что и социалистической Румынии, и Чаушеску осталось всего несколько месяцев. Вечером после митинга к университетской площади стягиваются войска. Солдатам не говорят, что им придется сражаться с безоружными студентами. Командование им врет. Говорит, что на Румынию напала Венгрия. В стекло одной из машин прилетает камень. Командир высовывается и получает куском хлеба по голове. Обстановка накаляется. Вскоре появляются первые жертвы. Демонстранты попадают кирпичом в голову водителя военного грузовика. Тот теряет управление. И тяжелая машина на полной скорости несется прямо в толпу. Собравшиеся на площади с гневом бросаются на солдат. Те в ответ стреляют поверх голов, но несколько человек пули все же задевают. БТР и танки идут на штурмбаррикад. Солдатам приказали направить стволы пулеметов на толпу, в которой есть женщины и подростки. Протестующие поджигают покрышки и бросают в машины коктейли Молотова. Один из демонстрантов попадает под гусеницы и застревает там. Румынский диктатор все еще уверен, что происходящее дело рук каких-то шпионов и провокаторов. Он приказывает отправить на площадь 5000 рабочих, чтобы подавить беспорядки. Набрать удается лишь 300. Часть из них немедленно переходит на сторону протестующих. Другая часть просто до утра стоит без дела. Первый день революции в центре Бухареста погибают 49 человек. Счет раненых, избитых и задержанных милиции идет на тысячи. Ночью с мостовых смывают кровь и убирают трупы. Все стало чисто, будто ничего не произошло. Пропагандистские СМИ объявляют случившееся происком их хулиганов, пытавшихся устроить беспорядки в столице. Наступает последнее утро социалистического режима в Румынии. За ночь слухи о расстреле демонстрантов облетели весь Бухарест. Рабочие крупнейших предприятий начинают стихийно собираться в колонны, чтобы идти протестовать в центр. На заводы приезжают высокопоставленные чиновники. Они пытаются вразумить подчиненных, но пролетарии даже не дают им войти. На некоторых заводах начальство отдает указание заварить ворота, чтобы не выпустить протестующих. На колонны рабочих, идущих в центр, с вертолетов сбрасывают листовки. Чаушеску устал после бессонной ночи. Он просит отвезти его домой, но охрана отказывается. Путь до дворца небезопасен. Всесильный диктатор теперь не может перемещаться даже по столице Румынии. Протестующие идут сюда, на Дворцовую площадь, к зданию Центрального комитета. На улицах их ждет оцепление из 4 тысяч человек, танки и БТРы. Кажется, что ночной расстрел вот-вот повторится. Но солдаты живут еще хуже рабочих, живут впроголодь, занимаются бесплатным трудом на стройках и в шахтах вместо военных учений. И любить Чаушеску им не за что. Солдаты отказываются стрелять в демонстрантов. Те легко прорывают строй оцепления и начинают брататься с военными. Кто-то доносит Чаушеску, что солдаты стреляют холостыми патронами. Николаю Чаушеску вызывает министра обороны Василия Миля и при генералах обвиняет его в трусости и предательстве. Миля возвращается в свой кабинет абсолютно подавленным. «Я не могу! Что я, палач, чтобы стрелять в свой народ?» говорит он своим подчиненным. Министр берет пистолет и совершает то, о чем нельзя говорить на ютубе. Узнав о смерти Миля, Чаушеску приказывает принять командование своему брату, Илье, который занимает должность заместителя министра обороны. Но Илье сбегает из здания ЦК. Стратегия расставлять родственников на ключевые посты терпит крах в самый критический момент. Остается другой любимец диктатора и друг его семьи, замминистра Виктор Стенкулеску. Именно он командовал расстрелом в Тимишуаре. Однако, снова пачкаться кровью Стенкулеску не хочет. Еще рано утром до всех назначений он едет в военный госпиталь, где знакомый хирург закатывает ему в гипс абсолютно здоровую ногу. Стенкулеску надеется, что это позволит ему не участвовать в происходящем. Но Чаушеску приказывает ему возглавить армию. Стенкулеску понимает, что единственный способ сохранить видимость порядка увезти армию из города. Он отдает военным приказ вернуться в казармы. Армия снимает с себя ответственность за охрану госучреждений. Вслед за ней это делает и милиция. Защищать Чаушеску больше некому. По телевидению передают экстренный выпуск новостей. Диктор зачитывает правительственное сообщение. Такое, что у диктора от изумления пересыхает в горле и он откасливается прямо в раму эфири. Информам во главу Минобороны свалили и расстрел демонстрации в Тимишуаре. В версию о предательстве миля никто не верит. По армии проносятся слух, что министра убили, потому что он отказался стрелять в свой народ. Это становится последней каплей. Оцепление расступается перед демонстрантами, пропуская их к центральному комитету. Чаушеску издает указ о введении в стране чрезвычайного положения, но его власть уже не выходит за стены вот этого здания. Стэн Кулеску сообщает президенту, что более не может гарантировать ему безопасность внутри центрального комитета и рекомендует эвакуироваться на вертолете. Толпа уже штурмует здание. Слышен звон бьющегося стекла, треск выбиваемых дверей. Чаушеску выходит на балкон с мегафоном, пытаясь что-то сказать, но уже поздно. Чаушеску и его жена с двумя охранниками поднимаются на крышу. С ними два их последних соратника, член исполкома Маня Минеску и министр труда Эмиль Бубу. Они садятся в вертолет. Президентский вертолет тем временем приземляется на правительственной даче в 40 километрах от Бухареста. Чаушеску пытаются выяснить, что ему делать дальше, но ответа от Стэнкулеску нет. Тогда он лично обзванивает всех командующих военными округами. Однозначное заверение в верности удается получить только из города Петешти. Вертолет снова поднимается в воздух. Чаушеску бросают последние сподвижники Минеску и Бобу. С супругами остаются лишь два охранника. Министр Стэнкулеску связывается с пилотом и приказывает немедленно приземлиться, угрожая в противном случае сбить вертолет. Машина приземляется около городка Терговишти. Чаушеску и Елена выходят на дорогу, где ловят попутку. Водитель, местный врач, сначала не узнает президента. Затем, поняв, во что вляпался, он высаживает Чаушеску, соврав, что автомобиль сломался. Охранники находят другого водителя, на этот раз мастера по ремонту велосипедов. Но ехать Чаушеску некуда. Ни в горкоме партии, в Терговиште, ни на местном заводе ему не рады и грозят расправой. Один из охранников уходит на поиски другой машины и исчезает. Чаушеску ошеломлен ненавистью провинциальных жителей. Он был уверен, что его любит вся страна. Лишь вечером супругам удается добраться до комиссариата милиции, откуда армейский майор увозит президента в расположенную неподалеку военную часть. Чаушеску все еще думает, что назначенный им министр обороны на его стороне, что армия обеспечит ему защиту. На самом деле диктатор и его жена, сами того не зная, уже оказываются под арестом. В это время в Бухаресте появляется человек, который возглавит страну в переходный период, а затем станет первым всенародно избранным президентом Румынии. Это Ион Ильеску. Он занимал довольно неожиданную для лидера революции должность директор издательства технической литературы. Ильеску 59 лет. Он начал свой политический путь еще в 50-х и во времена оттепели даже добрался до поста министра по делам молодежи. У него была репутация либерала среди коммунистов. И когда Чаушеску начал выстраивать диктатуру с культом личности, карьеру Ильеску покатилась под откос. Ильеску звонит министру обороны и после короткого разговора отправляется на телевидение. В прямом эфире он сообщает, что армия переходит на сторону народа в борьбе против Чаушеску. Из телецентра Ильеску направляется к генералу Стенкулеску. Происходит удивительная сцена. Министр обороны докладывает директору издательства о положении дел в стране, тем самым передавая ему власть. В половину четвертого Ильеску выступил с балкона Центрального комитета и как новый лидер заявил о создании фронта национального спасения, который будет руководить страной до проведения свободных выборов. Транзит власти свершился. Захватом правительственных зданий дело не ограничилось. Румыны пришли и сюда, во дворец, где жил Чаушеску. Люди, последние десятилетия прожившие в голоде и нищете, с удивлением рассматривают роскошные интерьеры дома бывшего диктатора. Ванны с позолоченными кранами, бассейн, винный погреб и даже оранжерею с павлинами. Так жила Ча Та Чаушеску. Пока остальная страна без преувеличения считала каждую копейку. Желающих взглянуть на покои президента так много, что им приходится стоять в очереди. Кто-то пытается украсть шахматы, но его хватают за руки. Положи на место, не твое, анародное. По телевидению объявляют, что Николай и Елена Чаушеску арестованы в Тырговиште. На улицах Бухареста люди отмечают победу. Они скандируют «Чаушеску встретит Новый год в могиле». Однако с наступлением темноты благостное настроение в столице сходят на нет. По всему городу происходят перестрелки армии и милиции с неизвестными противниками. Стрельба ведется с крыш и чердаков и закон верхних этажей. Выстрелы слышны и у здания телецентра и у здания центрального комитета. Борясь с загадочными снайперами, военные открывают агонь из танков и крупнокалиберных пулеметов. Стреляют по жилым домам и памятникам архитектуры. Начинаются три смутных дня румынской революции. Телевидение подогревает истерию, рассказывая о неких террористах, наводнивших страну. Одного такого террориста, избитого до крови, приводят в студию. Это, оказывается, сотрудник секуритата. Его схватили на площади только потому, что у него был при себе табельный пистолет. Солдаты на взводе и ждут нападения террористов. Они готовы стрелять на каждый шорох. Командующий ВВС генерал Иосиф Рус решает усилить охрану аэропорта от угрозы захвата его террористами. Он отправляет туда курсантов в школу сержантов. В суматохе никто не предупреждает военных, охраняющих аэропорт, что к ним направляется подкрепление. Военные решают, что на них напали террористы. Курсанты думают, что террористы уже захватили аэропорт. Начинается бой. Погибают 48 человек. Масло в огонь истерии подливают и зарубежные СМИ. Французский телеканал демонстрирует тела погибших в уличных боях, называя их арабскими боевиками Чаушеску. При них якобы обнаружены визитки вице-премьера Иона Динке. Ни одно из расследований не подтвердит эту информацию. Следующей ночью по всей стране вновь вспыхивают перестрелки. Чаще всего стычки происходят просто из-за неразберихи и паники. Так солдаты одного из батальонов убивают посыльного, который спешил передать приказ их командиру. Гарнизон городка в Транссильвании 15 минут стреляет по кустам, откуда раздался подозрительный шорох. Утром выяснилось, что туда забрела бездомная собака. Возле другого города сбивают вертолет, в котором везли арестованных генералов, виновных в тимишуарском расстреле. Оба погибли. В Бухаресте под окнами здания Минобороны военные убивают бойцов антитеррористического спецназа. Выжил только один спецназовец, его ранило в шею. Бои заканчиваются только к вечеру 24-го, в канун Рождества. Начальник секретата, генерал Юлиан Влад, отдает приказ всем спецподразделениям встать на службу стране и народу, признать победу революции и прекратить сопротивление. Террористы, три дня наводившие ужас на жителей румынских городов, исчезают так же внезапно, как и появились. Жертвами румынской революции стали 1104 человека. Это памятник им. Большая часть из них погибла уже после бегства Чаушескую столицу. Но счет убитым еще не окончательный. В 75 километрах от Бухареста в городе Тергавиште решается судьба свергнутого президента и его жены. Николая и Елена Чаушескую после долгих скитаний оказались в гарнизоне Тергавиште. Два дня они живут в холодной казарме. Из мебели там только солдатские кровати, стол и пара стульев. Когда Чите Чаушескую первый раз приносят обед из офицерской столовой, они отказываются есть, полагая, что над ними издеваются. Им говорят, что черный, безвкусный и рассыпающийся в руках хлеб и пустой суп это обычный рацион офицеров. Чаушескую заявляет, что это ложь. Бывший президент до сих пор не знает, что он арестован. Ему говорят, что его хотят защитить. Чаушескую все еще ждет, пока назначенный им министр обороны Виктор Стенкулеску возьмет ситуацию под контроль и можно будет наконец вернуться в свой любимый дворец к павлинам и позолоченным ваннам. Но Стенкулеску вместе с фронтом национального спасения занят совсем другим. Вечером 24 декабря принимается решение о создании исключительного военного трибунала для немедленного суда над Николаем и Еленой Чаушеску. Хотя никто не говорил этого вслух, было ясно, что приговором будет высшая мера. На следующий день вертолет с членами трибунала приземляется в торговиште. Виктор Стенкулеску набирает людей в расстрельную команду. В добровольцы записываются три десантника. Старшина Дарин Кэрлан, старший сержант Октавиан Георгию и их командир капитан Ионель Буэйру. Стенкулеску беседует с глазу на глаз с капитаном. Чтобы убедиться, рука у десантника в решающий момент не дрогнет. В час дня в казарму, где будет проходить трибунал, на БТР привозят 71-летнего бессменного президента Румынии. Он был неузнаваем. Бледный как полотно, волосы взлохмачены, небритый. Однако он пользовался лосьоном после бритья. От него хорошо пахло. Через 15 минут после короткой и довольно формальной процедуры проверки здоровья Читу Чаушеску вводят в помещение. Николая видит своего друга Стенкулеску и облегченно вздыхает Виктор наконец-то. Холодная реакция Стенкулеску лишает его последних иллюзий. Начинается трибунал. Чаушеску сразу заявляет, что не признает никаких судов над собой. По Конституции судить президента может только парламент, который был раньше полностью подконтролен Чаушеску. Но диктатор собственными руками выстроил систему, в которой закон превратился в инструмент преследования неугодных. Десятилетиями в Румынии по этим же законам судили оппозиционеров и журналистов, не давая им и шанса на оправдательный приговор. Президенту предоставлены адвокаты. Но это тоже формальность. На общение с защитниками Чаушеску дают две минуты. Адвокаты по любому вопросу встают на сторону судьи. И сам судья выступает в роли обвинителя наравне с прокурором. При Чаушеску политические процессы были насмешки над правосудием. Теперь через такой процесс ему предстоит пройти самому. Прокурор зачитывает свою речь. Николая и Елену Чаушеску обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Разрушение национальной экономики, вооруженное выступление против народа и государства, разрушение государственных институтов и геноцид. Обвинитель просит судью приговорить бывшего президента и его жену к смертной казни. Чаушеску отказывается давать показания, утверждая, что он подотчетен лишь национальному собранию. Но председатель трибунала продолжает его допрашивать, почему крестьяне в Румынии живут в проголодь, а президент в это время строит себе дворцы. Почему все программы развития страны существуют лишь на бумаге? Николай либо вовсе не отвечает, либо говорит цитатами из пропагандистских телепередач про небывалый подъем экономики, строительство школ и больниц, расцвет сельского хозяйства. Он верит во все это даже на пороге смерти. Судья переходит к допросу Елены Чаушеску. Кто написал все ее научные работы? Знала ли она как ученый о геноциде? Елена называет происходящие провокации и отказывается отвечать на вопросы. Адвокаты Чаушеску в своем выступлении поддерживают обвинения по всем пунктам. Бывший президент отказывается от последнего слова. Он продолжает настаивать, что будет отвечать только перед парламентом. Суд удаляется на принятие решения. На то, чтобы принять решение, нужно менее полчаса. В в отношении председателя, имя право на апелляцию. Приговор обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Весь трибунал от начала и до конца занял 1 час 20 минут. Виктор Стенкулеску, которого Николай Чаушеску считал близким другом и которого злые языки даже называли любовником Елены Чаушеску, этот человек приказывает связать супругам руки. Он взглянул мне в глаза и понял, что умрет не когда-то в будущем, а прямо сейчас, и заплакал. Эта сцена до сих пор снится мне в кошмарах. Приговоренных ведут к стене солдатской уборной. Рыдающего Чаушеску и его жену ставят у стены. Николай кричит «Смерть предателям, да здравствует социалистическая республика Румыния, свободная и независимая!» и начинает петь «Интернационал». Елена же просто обкладывает своих палачей матом. Когда капитан Буэйру кричит «Огонь!», разряжает свой магазин только он. Двое других членов расстрельной команды от волнения забывают перевести автоматы в режим стрельбы очередями и делают лишь несколько одиночных выстрелов. Казнь совершилась так быстро, что оператор даже не успел ее толком заснять. Место казни сохранилось в исходном виде. Его можно посетить и сегодня. Меньше чем через час тела Николая и Елены Чаушеску на вертолете доставляют в Бухарест и выгружают на стадионе команды Сяуа. Теперь на поле целые сутки лежат бывший генсек и его жена, завернутые в плащ-палатки. А пьяные офицеры из охраны, светя карманными фонариками, приходят поглазеть на тела полноводного Дуная, Разума и Матери Нации. Никто не может поверить, что все это происходит на самом деле. Этот человек казался себе и другим всесильным. Он мучил неугодных ему людей, разворовывал средства, продвигал на должности тех, кто ему нравился, членов семьи своей. Он казался недосягаемым там, на том самом балконе. Но ни заборы дворца, ни высокие стены, ни верное окружение, ничто из этого не помогло Николаю Чаушеску. Судьбу диктатора решили обычные люди. Все, что от них потребовалось, очень разозлиться и захотеть взять свою судьбу в свои руки. Диктатура в Румынии пала. Падала она тогда и в других соседних странах. Опыт Румынии нельзя назвать удачным на фоне других стран, например, Чехословакия или Польша. Силовая революция не привела страну к быстрому процветанию. Реформы проходили в ней медленнее, чем у соседей. А по прошествии времени граждане Румынии, сегодня страны Евросоюза, стали ностальгировать по прошлому. И сегодня рейтинг Чаушеску выше, чем у действующей власть. Страны, где произошел мирный переход к демократии, реформировались и развивались быстрее и удачнее. Однако опыт Румынии показывает нам, никто не всесилен. И тот, кто сегодня кажется вечным, контролирующим все, несменяемым, полубогом, завтра может не просто потерять власть, но и потерять жизнь. У нас есть традиционная рубрика «Совет диктатору». Так вот, диктаторы, не будьте самоуверенны, не доводите народ до того, что вас не готов посадить в свою машину провинциальный врач или автомеханик. Вас не спасут ни друзья-силовики, ни расставленные на все позиции подхалимы. Нужно вовремя уходить, диктаторы. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова